всем привет дорогие друзья с вами австафин и сегодня хотелось бы поговорить про помощников в уборке потому что 21 век я думаю уже далеко очень многих уже есть роботы пылесоса и прочая техника вот и хотел поделиться своими впечатлениями с вами на сейчас мы приобрели себе новый новый робот-пылесос это получается пылесос xiaomi мог 2 про по моему называется я смотрел обзоры короче выбрали именно его очень крутой и как вообще мы пришли к этому выбору пришли к этому выбору и с чего началась наша история роботов-пылесосов значит мы такие чипы чистоплю поэтому катюха часто получает в подарке именно роботы-пылесосы помощники в уборке значит сейчас мы купили такой вот к xiaomi mov 2 pro но самый первый робот-пылесос у нас был а и робот румба 675 по моему модель если я не ошибаюсь называется у нас уже где-то три с половиной года наверное да почти 4 3 с половиной года например на и он уже очень много про убирал запускался короче минимум раза три в неделю вот нами покупки очень крутой робот-пылесос технология не стоят на месте здесь у него датчик обнаружения ионы станции так сказать и что круто что уже этот а и робот румба даже в то время то есть три с половиной года назад а можно было подсоединять к телефону к приложению получается в приложении можно было там поставить графику уборки настроить там когда будет запускаться и так далее ну вот это очень удобно можно дистанционно его запустить получается короче очень такой удобный вариант в этом плане потому что которые более бюджетные роботы в то время сейчас наверно почти все не кажется они подсоединяются уже телефону к вай фай раньше получается много было таких вариантов которые работают только с кнопки то есть ты подошел запустил его он пропылесосил то есть вернуться на станцию об обучение к приложению не было возможности вот сейчас у нас уже три с половиной года уже такой потрепанной жизнью вот но кстати говоря все прекрасно работает один раз я менял щетки ставил новые здесь все разборная то есть менял оставил новые щетки но уже тоже эти очень плохие плохое состояние щеток это все обслуживает разбирается это можно вычищать грязь волосы особенно у кого домашние животные офигенно помогает вот здесь датчики получается у него различные есть чтобы он там не упал с высоты и прочее прочее в общем достаточно самостоятельный но расскажу почему новый xiaomi моб 2 про намного круче и почему я я купил именно его значит после его бы назвали sub sub то есть уборщик sub помогал нам в уборке вот потом мы купили вдобавок сабу бюджетники пур пуль пур пуль это такой мини роботик возможности подключения к приложению у него нет вот и получается это уже моющий робот моющий робот пылесос ну даже не моющий я бы сказала как мопающий типа мопает протирает а делать влажную уборку здесь у него впереди такое отверстие отсюда он подает воду сюда сюда заправлять воду направляешь воду он перед собой получается пшикает струйку воды и потом получается едет и все это мопает растирает план плавника не торопясь с датчиками объезда тоже он упирается в стенки обижать стенки спереди какой-то центр стоит что когда он видит стенку на стенку водой не брызгает вот и короче в таком ключе получается мы делали таким образом что этот пропылесосил сухую уборку сделать потом помыл и то есть дома в принципе поддерживать частота получать без вашего участия все сейчас занятые все работают у всех много дел поэтому я считаю в наше время такие вот помощники это крутая штука вот такая вот история здесь также можно поставить зависимости от того какую-то губку поставишь то есть можно для влажной уборки в телефоне также настраивать приложение но дистанционного управления именно по вай-фай у него получается нет но к телефону в принципе он подключается и можно настраивать там количество подачи воды и какая губка стоит и прочее прочее а можно вот такую сухопутную просто поставить губку и получается робот будет просто как собирать шерсть на губку протирать пол скажем так таком ключе значит сап на момент покупки стоил по моему 300 евро вот 300 евро то есть тогда это было чуть это не передовые технологии в том плане что он комок получается получается много телефона подключаться сам все убирать то есть крутая покупка вот сейчас разумеется такие роботы там уже можно начиная со 100 евро купить новые 100 с лишним которые подключаются к телефону да вот и наша новая обновка это xiaomi мог 2 pro здесь уже как бы кстати говоря скажу что по качеству уборки они все плюс-минус одинаковые то есть в колоссального такого отличия нет и что этот что этот если поставить хорошие новые щетки это тоже хорошо убирается но разница основная на мой взгляд именно в программном обеспечении то есть здесь получается он просто хаотично двигается и в момент когда упирается своим бампером бьется об объект он едет в другую сторону и таким образом постепенно везде катается он убирает всю квартиру если нигде не застрянет да то здесь уже современная более система здесь у него получается ну здесь фильтр подсоединяется к вайфаю здесь у него стоит сверху и да такая штука вращается лазер получается а в стенке отражает объекты и таким образом рисует себе целую карту то есть план вашего дома таким образом он очень аккуратненько везде ездит знает где он находится и объезжает все препятствия и объекты это короче невероятно круто на мой взгляд вот в том плане что он не не портит никакую мебель не засасывает там ваши носки и прочее прочее то есть он все хорошенько аккуратненько объезжает никуда не бьется благодаря этому лидару и как бы сила всасывания у этого 3000 у этого там не помню две с чем-то но честно говоря если у вас нету очень глубоких там паласов с большим ворсом типа ковров до получается сильной разницы в уборке не будет если честно что этот что тот что более бюджетный что еще дороже я видел разные они выбираются все достаточно хорошо плюс минус одинаково вот поэтому разница на мой взгляд только именно в программном обеспечении и получается в том получается как программа работает то есть вот этот вы можете прямо настраивать все там реально все можно настраивать можно выбрать хочу убрал чтобы именно там в этом квадрате хочу убрал что только на кухне или там короче настраивается все реально то есть можно поставить отсечение углы такие поставить то есть например на углу зон чтобы куда робот не ездил получается мы вот поставили где у меня рутер стоит где миски кота там вода еда чтоб то есть робот туда не ездил и он подъезжает вам понимаю что в эту нуга лучше не ездить он принципе туда не едет разворачиваться и все и этот получается робот заменил два этих вот потому что это два в одном здесь есть такой контейнер для воды но него же требуется губка вот она едет делает а микро вибрации по моему там тысячу микро вибраций в минуту вот и таким образом опыт протирает пола достаточно хорошо также щетка сухопутка прорезинена и такая стандартная как для всех это же самое что и в этом типа щеточка которая закидывает ему на основную щетку всякую грязь и он засасывает в таком ключе до робот офигенный убирает очень тихо быстро комфортно мне очень понравилось при этом получается такой контейнер для воды контейнер для воды смысл такой что многие считают что эти роботы это типа фигня это какая-то там болтовня игрушечка на самом деле они убираются реально то есть все умер вообще убирать качество не понравилось то есть он реально помогает поддерживать чистоту конечно генеральную уборку он вам не сможет сделать но выставив например там три раза в неделю уборку поддерживать чистоту в доме он вам поможет и будет офигенно выполнять свою функцию вот этот xiaomi там сейчас нужно можно купить там оба заправьте какую-нибудь скидочку там в районе 300 евро плюс-минус я нашел там на цены заказал за 284 евро вот то есть офигенный помощник офигенный подарок на мой взгляд то есть офигенный помощь по уборке в доме так что вот на мой взгляд сильно не парьтесь по поводу именно там модели там силе всасывание и прочего есть у вас конечно нету там ковров с очень глубоким ворсом на мой взгляд они все реально то есть реально я увидел разные роботы пылесос у меня у друзей у знакомых у меня самого и все они примерно одинаково убираются достаточно хорошо важнее поддерживать хорошее состояние слить с состоянием щеток фильтра то есть если робот хорошем состоянии то он будет хорошо выбираться и самое главное у них отличие по цене потому что есть там роботы пылесосы там я вилзом ай робот румба с такой станции по сбору мусора там вообще по моему 1300 евро стоит вот и получается основное отличие то есть на мой взгляд это именно программа то есть как работает программа какие функции настраиваются не настраиваются и это очень круто в зависимости от типа вашего дома вы можете там есть у вас домашние животные там какие-то углы и дети игрушки и прочее прочее короче это круто что можно настраивать но по качеству бурка не все плюс-минус одинаковые поэтому очень советуем для покупки робот-пылесос покупайте убирайтесь пускай у вас будет чисто а Субтитры создавал DimaTorzok